Рад вас всех видеть. Спасибо вам за выяснение. Спасибо вам за просмотр. Спасибо вам за просмотр. Спасибо вам за просмотр. Как мне справиться с собой, как правильно действовать. Спасибо вам за просмотр. Но почему мы злимся на недостатки близких людей? Потому что мы хотим наслаждаться этой жизнью. Мы хотим счастья себе. Мы не хотим сдавать экзамен. Допустим, мне экзамен надо учить столько-то, чтобы его сдавать, а мне хочется, чтобы меньше было учить. Я начинаю злиться. Это естественно. Но вы спросите меня, почему я такие простые вещи вам рассказываю в такой серьезной аудитории. Недостатки близкого человека все без исключения являются признаком того, что я имел это в прошлой жизни. Я таким был. Мужчина и женщина, они меняются ролями в каждой жизни. И, допустим, если женщина очень ленивая, мужчина гиперактивный, значит, такой, чрезмерно напряженный. У меня жена очень расслабленная, а я очень напряженный. И это не значит, что я лучше, чем она. Это одно и то же. Если бы я в женской теле родился, то я бы тоже был очень расслаблен. Поэтому, или наоборот, мужчина расслаблен, значит, жена будет напряженной. Поэтому надо понять, что это просто признак того, что мы здесь даем экзамены в этом мире. Но как научиться терпеть это все, вот в чем вопрос. И ответ очень простой. Человек не может своими силами терпеть свою судьбу. Это невозможно. Нужно всегда учиться настраиваться на ту силу, которая дает энергию счастья. Настрой на себя является признаком несовершенства личности. Неправильное понимание вещей. Настрой на себя – умность, что я должен сам себе помочь неправильному пониманию вещей. Я когда думал сегодня об этой лекции и пытался понять, как ее читать, то я начал думать о вас, настраиваться на вас, на ваши сердца. И в сердце пришло чувство, как читать эту лекцию. В мое сердце пришло это чувство. Когда люди хотят убить друг друга, то это сразу выражается в том, что мы пытаемся сделать так, чтобы мне приносил счастье близкий человек. Мне приносил счастье. И в этом корень зла в семейной жизни. Как только человек настраивается, что мне нужно счастье от близкого человека, в этот момент сразу же начинается выходить его плохая судьба. Он начинает становиться ленивым, если он должен быть ленивым. Ну то есть, как только я хочу наслаждаться ситуацией в своей совместной жизни, ситуация становится противоположной. Как только я начинаю служить своему близкому человеку, я, допустим, я наблюдал за своей женой, я смотрел, как ей тяжело быть активной, как ей тяжело быть активной в жизни. У нее каждое вот усилие, ну каждое вот это желание быть активной вызывает огромное напряжение внутреннее. Но это возможно понять только в том случае, если ты не думаешь о том, как тебе наслаждаться этим человеком. Думаешь о том, как ему помочь в жизни. Ну хочется же наслаждаться. Ведь зачем это? А зачем я вообще женился? Да? Мы женились для того, чтобы наслаждаться. Это факт. Но надо понять, как действует судьба. Когда человек хочет помочь близкому человеку, он сразу же начинает действовать по-другому. Вы пришли сюда с добрым сердцем. И поэтому судьба не действует. Понимаете? То есть, мы не хотим наслаждать друг друга, мы хотим понять истину. Это другое совсем. Это вне судьбы. Это состояние вне судьбы. Поэтому у нас здесь другая атмосфера складывается. Но если, допустим, если взять мою личную жизнь, то там могут быть другие настроения совсем. Я должен внимательно следить в ней за собой, что происходит. Если я решил наслаждаться как-то ситуацией, тогда значит карма или вот это наказание включается в работу. Поэтому этот вопрос, как мне жить вот в моей жизни личной, чтобы я не страдал их. Для этого нужно счастье брать от святости. А близким людям нужно только отдавать. Не нужно рассчитывать на то, что они принесут счастье. Когда мы не рассчитываем на счастье от близких людей, которые исходят, они нам приходят, приносят столько счастья, сколько нам положено. Никогда мы не рассчитываем. Но когда мы рассчитываем, включается карма. И они начинают нас мучить, близкие люди. Так всегда бывает, поэтому нужно научиться настраиваться на чувство внутреннего, чистого счастья, светлого отношения со святостью. Эти отношения у нас очень, в жизни очень редки. Мы в основном заняты работой, своими желаниями, идеями. Нам некогда настроиться на что-то возвышенное. Так душит судьба человека. Она не дает ему настроиться на возвышенное. А именно настроение на возвышенное дает возможность победить судьбу. Справиться с трудностями в жизни. Находясь с трудностями, мы не можем с ними справиться. Находясь внутри них. Когда мы настраиваемся на возвышенное, приходит знание, как с ними справиться. Итак, мы с вами сегодня будем изучать очень сложную тему. Даже не знал, как начать это все. Потому что совершенство в исполнении своих обязанностей – это не то, что мне принадлежит. Не то, что мне принадлежит. Потому что если я сейчас высоко начну, как вы об этом говорите, сразу же Господь будет смеяться надо мной. А знаете, очень неприятно, когда над тобой смеются в присутствии 600 человек. Я могу вам рассказать одну историю. Вот Олег Сунцов, который к вам приедет читать лекции, это мой наставник. Он занимается вопросом отношений в коллективе, в котором я работаю. И он пытается создать глубокие отношения между нами духовные. Он сам по себе очень возвышенная личность. Он настоятель, один из настоятелей ведического монастыря под Москвой. И он монах, и он очень скромный, возвышенный человек. И он однажды подошел ко мне с таким вопросом. Я хотел бы читать не только монахам лекции, но просто обычным людям. Он говорит, ну я чувствую, что я не квалифицирую. И он обратился ко мне уже за помощью. Он сказал, я хотел бы, чтобы вы показали мне лекции, чтобы вы показали мне, как настраиваться на зал, чтобы я смог понять вот это вот. Как строить отношения с людьми, которых я не знаю совсем, с незнакомыми. И я ему сказал, нет проблем никаких. Сейчас вы видите, как все будут счастливы от моей лекции. Это было перед лекцией в Москве. Прямо перед самой лекцией. Там было тысяча человек на лекции, где-то большой зал. На наставника. И он был в шоке. А вообще, это лекция, он был в шоке от того, что происходило. У него глаза были круглые. И смотрел на меня такой, как бы, был в шоке, по-моему. Я тогда понял, что произошло. Я сгорбил Господа в своем сердце. Эта гордость, гордость уничтожила мое счастье. Я был опозорен. И я сказал ей тогда, я сначала сказал Господу в своем сердце. Я замолчал, сказал Господу в своем сердце. Прости меня, я неправда. И потом я ей сказал, простите меня, пожалуйста. Наверное, я как-то не так читаю. И с этого момента все успокоились. Эти перестали га-га-га. То есть все воплощие, которые со мной спорили, они тоже перестали спорить. Эта женщина, она как-то замолчала. И лекция началась нормально, обычная лекция. Но я чувствовал сильную вину перед своим наставником, потому что я оскорбил его своим присутствием. То есть оскорбил его личность тем, что я вел себя неправильно рядом с ним. Так или иначе, мы всегда в этой жизни сдаем экзамены, потому что нам кажется, что мы строим отношения со своим близким человеком. А на самом деле мы строим отношения с Господом внутри своего сердца. Всегда. И мы его называем совестью. Потому что Господа внутри сердца есть много функций. Он дает счастье. Нам он дает память о чем-то. Потому что память поддерживает разум в человеке. Допустим, если человек забывает, что было время, пройдет, и забудешь все, что было с тобой у нас. Если человек забывает, то он уже не может ценить. Если он забывает, то он не ценит. Память это священная вещь. Память священную, какого близкого, высокого огня. Прощенье, прощенье, теперь просите у меня. Ну то есть надо помнить. Все, что было, надо помнить. И эта память дает Господь в сердце. Когда человек совершает хороший поступок, раскаяние приходит вместе с памятью. Допустим, он вспоминает, что ведь жена, которую он просил, она очень хороший человек. И у нее хорошие дети. Но он из-за вожделения, из-за желания наслаждаться молодым, красивым женским телом, он забыл об этом. И теперь он вспомнил, когда он раскаялся. Когда он понял, что он не прав, он вспомнил все, что было. Память это важно. Память дает Господь. Дает вместе с память разум. Также Господь в сердце дает человеку интуицию, чувство, что нужно ему в жизни, что нет. Это тоже дает Господь. Господь дает удачу. Удачу. Некоторые люди не понимают, почему так не везет в жизни. Потому что против совести мы ждем. Против совести действия в жизни. Удача также понять, что это дано мне как награда. Вот, допустим, как запискивает, лень моего мужа. Это дано как награда. Лень мужа дано как награда. Это не как наказание. Но это наказание, если мы бунтуем после этого. Смотрите, муж ленится. Я молюсь каждый день, слушаю лекции. Так это вообще супер. Представьте, какое счастье, что вы так живете благодаря своему мужу. Да ему памятник надо при жизни поставить. Его лень. Точнее, его лень. Надо и поклоняться, что вы так настроены. Молиться каждый день. Но молиться не за него надо, а за себя. Потому что проблема не в том, что он ленивый. А в том, что мы не хотим ему помочь. Потому что Бог дает... Лень что такое? Это наказание, что человеку тяжело. Представьте, что он ленивый, ему очень тяжело жить. Думает, ленивому человеку легко жить. Но очень тяжело жить. Потому что лень это не несчастье. Это несчастье. И он даже сам может даже не понимать, что ему тяжело. Называется невежество. Когда человек невежественно находится, ему настолько тяжело, что он даже не понимает, что он страдает. Вот собака, допустим, она счастлива? Конечно, нет. Невозможно быть счастливым без мозгов. Вот. И она даже сама не понимает, что она несчастлива. И в этом заключается проблема этого живого существа. Проблема. Она говорит, гавкает. Вот. Ее надо успокоить. Она как ребенок. И мы тоже как дети по отношению к своей судьбе. Все люди как дети по отношению к своей судьбе. Не нужна такая любовь. Только успокоить их нужно. Для этого нужна сила. А сила берется от высшего. Не от меня. Я не могу вам помочь. Вот всем. Много людей пришло. Я не могу помочь. Но есть высшая сила. Которая может помочь. Если она захочет действовать через мои слова. Поэтому моя супруга всегда, когда я уже на лекцию на мне говорит. Ты помнишь, что ты переводчик. Ты не лектор. Ты переводчик. Просто маленький переводчик. Который переводит слова твоего наставника. И так мы говорим не о чем ином, как о совершенстве в исполнении своих обязанностей. Потому что первое правило совершенства в исполнении своих обязанностей называется непривязанность к счастью. Или как это говорится в ведах, плодам своего труда. Непривязанность к счастью. Очень сложно непривязанность к счастью. Потому что природа, которая нас окружает, психическая энергия, в которой мы живем, называется материальной природой веды. Она заставляет нас привязываться к счастью. Допустим, мы выходим в лес. И что мы видим? Красоту. Да? То есть она обещает. Приходит в наше сердце. И мы говорим, хорошо-то как? Да? Вот. Только сказал и вспомнил. Надо выключить мобильный телефон. Прямо сейчас. Это будет экзаменом наших отношений с вами. Если вы выключите, значит у нас с вами глубокие отношения. Если не выключите, значит он зазвенит обязательно, и вам будет стыдно. Причем самый важный момент зазвенит. Так, на чем мы остановились? Хорошо-то как? Да? Лес. От него исходит счастье. Энергия счастья. И эта энергия счастья, она расслабляет. Мы забываем о каких-то трудностях, да? И часто, когда мы ездим в лес отдыхать вместе, или на юг отдыхать, мы потом очень сильно ругаемся. Заметили, что мы когда отдыхать едем, мы еще даже не поехали, а уже ругаться начали. Заметили или нет? Да. Мы еще не поехали, уже ругаемся. Почему? Потому что вот эта энергия счастья, она уже манит. Она уже манит, и уже мозги сворачивает, потому что когда человек начинает настраиваться на счастье, в этот момент включается плохая судьба. Я когда летел сюда, в Киев, сегодня утром, передо мной шли парочка молодых людей, они из Москвы летели, думаю, куда-то в Мексику отдыхать с дочкой, и они шли втроем отдыхать. И жена сказала, вот смотри, мы приедем в Мексику, а у нас ботинки нелегкие, и будет жарко. И муж сказал, ну когда мы приедем, мы просто достанем, где ботинки, переоденемся. Ну пока мы достанем, мы еще будем ехать до автобуса. В автобусе до аэропорта, и там будет жарко. И ноги будут потеть, и будет тяжело. Знаете, какой он был ответ? Ну вот, началось. А знаете, почему началось? Потому что она же ехала наслаждаться, а он, скотина, не понимает, что надо сделать все для того, чтобы наслаждаться сейчас. А веры говорят, что все для того, чтобы наслаждаться, сделать просто невозможно. Потому что обязательно найдется что-нибудь, что помешает этому процессу. Например, может так случиться, что они зайдут в самолет, и там уже у них два сиденья, и рядом будет сидеть очень толстый дядь. И ловки положат на подлокотники так, что пол кресла с соседнего займут. И они уже не будут наслаждаться поездкой. Они будут так, как они хотели наслаждаться, поэтому им придется постоянно нервничать сидеть на этом самолете. Я вам этот пример привел к тому, что в этом мире, этот мир не предназначен для наслаждения. Поэтому совершенное счастье человек достигает, когда он забывает про то, что он должен наслаждаться. Веды говорят, что отдыхать нужно не в Майами ехать. Отдыхать он не в Майами должен ехать, а в святое место. Потому что если время у человека есть свободное какое-то, он должен это время использовать на благо своей судьбы, а не для того, чтобы ее разрушать. Вот эти места отдыхать, в которые все едут отдыхать, вот эти красивые вот эти места, они очень опасны на самом деле для судьбы. Потому что, допустим, там очень много ходит девушек красивых, полуголых. А муж же он не железный? Или железный у вас? Терекс такой, железный терекс у вас, муж? Или нет? Нет. Это говорят, что девушки красивые действуют таким образом. Одна подцепляет, внимание, вторая тянет, трехия вытаскивает, четвертая соблазняет. Как крылку, знаете? Зина знает, о чем я говорю. Вот. И все. Исчезли солнечные лень. Вот именно. Таким образом, а в святом месте все наоборот. Когда человек лежает туда, он получает, там благодать Божия приходит. Потому что там, где люди молятся, там приходит знание в сердце. Видите, отдыхать, ехать, отдыхать в святое место, это великая удача. И там, кстати, тоже природа, в святых местах, основной природы. И там очень красиво и хорошо. И при этом другое настроение, которое помогает человеку быть удовлетворенным и счастливым в жизни. Очень глубокое удовлетворение. А еще надо знать, что когда человек прикасается к головой и к мощам святого человека, то он преодолевает то препятствие в жизни, которое он даже не знает. Он еще не знает, что ему скоро оставит тело близкий человек, мать, допустим, старая или отец. Он еще не знает того, что нужна помощь будет, скоро нужна помощь. И уже судьба действует внутри сердца. То есть, если есть энергия у нас какая-то, которая может близким помочь, она сразу идет туда, куда надо. Поэтому, когда человек рядом со святостью и находится, он имеет эту силу внутри себя, которая помогает. Поэтому мы должны изучать, как жить. Это важно. Непривязанность к плодам является тайным и очень глубоким знанием. Некоторые люди думают, что это только дураки, не привязаны к плодам. А веды говорят, это только дураки, не привязаны к плодам. Все наоборот. Надо разобраться в этом вопросе. Они приводят пример, что привязанность к желанию наслаждаться счастьем, вот эта привязанность, сковывает человека и делает его рабом, забирает у него свободное белье. Как это происходит? Приводится пример ослика, который крутит в колодце такую турбинку маленькую и поднимается вода. То есть, колодец по кругу движется, жернов такой, вот так вот крутится, и ослик ходит. И ослик же он сам по себе не хочет ходить, ему нужно какое-то вдохновение. Поэтому ему вот так сзади, на такой вот деревяшечке подвес вышивают спереди морковку на веревочке. И если он ускорение делает, морковка приближается почти что до рта. Да, ее можно даже почти что укусить. И он постоянно дергается, он постоянно идет вот так вот, усилия, и в это время вода поднимается вверх. И так целый день он ходит вокруг этого колодца и за морковкой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, самый. Да, и он такой. Вперед, вперед, вперед. И веды сравнивают эту морковку с трехкомнатной квартирой, которую надо заработать. Потому что всего две комнаты, и одна, надо трех, вот быстрее. Еще один рывок, на двух-трех работах работаем. И трехкомнатная квартира, но завтра. А если вот еще один рывок, и еще потом трехкомнатная квартира, но завтра. А может быть еще и скоро. Потому что деньги разлетаются. Чем больше денег, тем больше они... И опять не хватило, опять не хватило. И есть только один самый хороший способ. Это рывки не делать, а напрягаться постоянно, каждый день. И просто отдать себя в рабство. Взять ипотеку. И тогда каждый день ты уже будешь не дергаться, а просто каждый день пакать, как и шаг уже будешь. Но зато жить вдруг в новой квартире должен. Сразу, вот, в новой квартире. Все классно. И необыкновенное счастье. То есть, въезжаешь в новую квартиру, так классно, мы так мечтаем. Супер. А на следующий день. Вперед работать! Мы рождены, чтоб сказку сделать были. Отпуска уже не будет в этом году. Не отдалей пространство и простор. Чего-то геморрой вылазит. Нам руки на столи. Там какой-то... А вместо сердца пламенный мотор. Все выше и выше и выше. И некогда ребенком заниматься, потому что работаем же только. И все, устаем, прикоем с работы. Стремим мы полет наших птиц. И что-то уже отношений друг с другом нет, а любви же хочется. И в каждом пропереды дышит. А что, у тебя любовница, что ли, появилась? Бессмертие наших границ. И так разрушается жизнь человека. Почему? Потому что он ставит перед собой задачи в жизни наслаждение. Такое хочет наслаждение, которое не соответствует его спокойной, благостной жизни. Не соответствует правильному, спокойному течению дел. Течению времени. Сложная тема. Бхагавад-гита, физическое писание священное, говорит. Ты имеешь право только исполнять свой долг. То есть мы имеем права в этом мире, и они дают нам счастье. Ты имеешь право исполнять свой долг, но плоды твоих действий не принадлежат твоей судьбе. Или ты их получишь, или нет. Все зависит от того, как распорядиться судьбой. Никогда не считай себя причиной результатов своей деятельности. Помните, я на лекции говорю? Я сейчас вам покажу, как надо лекцию читать. Я показал. Посчитался причиной деятельности. И не пытаясь уклоняться от исполнения своего долга. Будьте равновешен, исполняй свой долг, не беспокоясь о том, будет успех или будет неудача. Такое самообладание приводит человека к счастью. Откуда оно берется такое самообладание? От настроения. Из два настроения в этом мире. Я наслаждающийся. И я слуга. Вот смотрите, девушка, допустим, летящей походкой. Да? Ты пошла из рая, и скрылась из глаз. Белогея моя. Вот, ну то есть, да? Такая. Одной ногой пишет, идет, другой зачеркивает, да? То есть, она наслаждающаяся, объект наслаждения, и все должны бегать за ней. Так? Давайте настроимся, начнем медитировать сейчас. Медитация означает погружение в события. Вот она идет и наслаждается собой. Кто привлечется к ней? Какой парень? Точно такой же, который захочется наслаждаться ей. Не служить ей, а наслаждаться ей. И что он будет делать, ее брать за ночь? Нет, он будет хотеть сексом с ней заниматься. И потом ее скажет. И все. Теперь второй вариант. Она скромно себя ведет. У нее есть красота или нет? Есть. Бог дал красоту? Бог дал красоту? Дал. Зачем? Чтоб ей служить, другим людям служить. Не для того, чтобы наслаждаться. Даже не помышляя наслаждаться тем, что тебе дал Бог. Служить красотой. Когда девушка служит своей красотой, что происходит? На нее начинают смотреть молодые люди, разумные уже. Те, которые способны служить ее красоте, а не наслаждаться ее красотой. Вот как это выглядит? Разница в чем? Наслаждаться красотой означает использовать тело для себя, жить красотой. А служить красоте означает увидеть человека внутри этого тела. Увидеть, что есть потребность у этого человека. Что она очень чувствительная. Что в ней есть трудности какие-то в этом мире. Не просто красота, а еще трудности. Что в ней такой очень чувствительный характер особенный. У всех женщин особенный характер. Такой уж у нас характер. Особенный такой. У всех женщин особенный характер. И это может понять только человек, который готов служить своей жене. Служить, а не наслаждаться ей. А у нас есть места еще. Можно вот здесь сесть. Спереди есть 3-5 мест где-то. Вот здесь есть место. Так что просто проходите. Здесь есть места. Поднимите руку рядом с кем есть свободные места. Вот проходите. Все, кто сидит не на экзамене, можете проходить там, где руку поднимут. Кто не хочет, хорошо. Все вот так хорошо. Итак, мудрость дает человеку счастье в жизни. Смотрите, я привел простые примеры какие-то, которые мы часто даже не понимаем. Это мудрость. Мудрость и древнего знания. То есть, девушка пытается выполнять свой долг. Красота нужна для того, чтобы служить. Но хочется наслаждаться этой красотой. И она постоянно думает, когда же найдется такой человек, который оценит мою красоту. То есть, будет меня наслаждать. Никогда не найдется. Потому что молодой человек точно так же, как ты, хочет наслаждаться твоей красотой, а не служить тебе. Мы ошибаемся в своих ожиданиях. Почему? Потому что каждый хочет наслаждаться. Мы не развитые все люди. Мы надеемся, нет, вот этот молодой человек, он хочет служить. Хоть я хочу наслаждаться, но он хочет служить на самом деле. Нет. Он такой же, как ты. Люди встречаются одинаково всегда. Разного не встречаются. Два сапога пара, да? Мужчина, одна сатана. Но по-разному, поэтому незаметно. Поэтому, ты хочешь, чтобы он служил тебе, и он хочет, чтобы ты служила ему. Это является причиной скандала. Что такое скандал в семье? Это выясняет, кто кому должен служить. Но если я хочу служить, тогда мне нечего скандалить. Допустим, жена говорит, у меня плохое настроение. Я хочу, чтобы ты меня улыбался сегодня больше. Это вызывает обычное разгрожение мужчины. Но если я хочу служить, я думаю, хорошо, я буду больше улыбаться. Ведь я сказал вот эту фразу, мужчины все погрустнели. Почему? Потому что не хочется же мучиться. Надо хочется наслаждаться. Но здесь говорится очень великая мудрость. Ты имеешь право только исполнять свой долг. Долг мужчины служить женщине, а не наслаждаться. Ты имеешь право только исполнять свой долг в этом мире. Ты не имеешь права на наслаждение. Как только человек захватил наслаждение, сразу же начинается скандал. Или через некоторое время. Но нам боится наслаждение для того, чтобы мы привязались друг к другу. Это называется медовый месяц. В это время можно наслаждаться сколько хочешь. Чем больше наслаждаешься, тем больше привязываешься. Как это происходит, я сейчас объясню. У нас в сердце есть такая сила, через которую счастье и страдания приходят. От сил называется карма. То есть такой шарик, внутри которого находится душа, карма. Мохабхаба называется на санскрите. Такая штука. И когда два человека влюбляются, то в эти два шарика, когда девушка смотрит на молодого человека, гармония в сердцах возникает, то она вытаскивает у него из сердца хорошую карму. В результате он становится очень такой привлекательный человек. Порядочный такой, добрый, ответственный. Я не прекрасен, может быть снаружи, зато душой красив наверняка. Да? То есть вытащило в него это благочестие. И когда он смотрит на нее, если у них взаимная вот эта влюбленность, любовь и влюбленность. Потому что любовь не дешевая вещь. И она не возникает просто так. То тогда он тоже из нее вытаскивает вот это благочестие, она сразу-раз становится такой скромной. Не смотрит на нее даже. Пускай в глаза. Очень смиренно. Если он ее спросит, тебе нравится то, что я строитель? Она скажет, да. Думаю, я всегда мечтал такую девушку, которой нравится, с чем я занимаюсь. И он начинает ей рассказывать, как он кирпичи кладет. Она говорит, ой, тебе не страшно. И она так участливо очень, нежно, участливо и заботливо с ним общается. Он еще не знает, что через три года она, когда он начнет ей по кирпичи рассказывать, она посмотрит на него и скажет, Слушай, ты мне уже при встрече первой все это рассказал уже. Мне больше не хочется об этом слушать, такой кирпичак. Видите, первый месяц такой, ласковый май, да? Группа была, ласковый май. Первый месяц он такой медовый. И он предназначен для того, чтобы люди начали надеяться друг на друга, чтобы они испытали этот вкус счастья друг на друга и начинали рассчитывать друг на друга. И с этого момента включается карма. И потом они начинают вместе страдать. А уйти друг от друга не могут, потому что живет надежда в сердце. Есть надежда в сердце у меня, выбери меня. И человек верит, что завтра все будет лучше, что муж начнет наконец наслаждать меня, а не мучить меня, не наслаждаться, но и наслаждать меня, когда-нибудь завтра начнет. И это никогда не произойдет. Почему? Потому что любовь включается, когда первый человек начинает сдавать свой экзамен. Ты имеешь право только исполнять свой долг. И такое состояние сознания приносит счастье. Если человек начинает просто заботиться, делать шаг в пропасть, просто заботиться о близком человеке, то в этот момент он начинает испытывать счастье иногда. А потом все больше. Потому что он отрабатывать карму начинает. Сначала трудно будет, потому что карму много тяжелый, нужно много экзаменов сдавать. И он хорошо поступает близко к человеку, близкий человек не может это правильно оценить на конце. И он оскорбляет наше служение. Но при этом сердце становится все больше благодарным. И эта благодарность дает возможность ему делать какие-то потом замечания. Потому что когда человек благодарный, ты ему делаешь замечания, он это принимает. Неблагодарный не может принять. Вы меня спросите, а как это вообще связано с сегодняшней темой лекции? Назначение человека. То же самое. Это аналогия. В близких отношениях все легче понять. Смотрите, на работе. У женщины вообще, то есть работа не является главным предназначением женщин. Даже важным предназначением. Потому что главное предназначение всегда человека только одно. Это поворачивать свое лицо не к счастью своему, а к святости. Когда человек к святости лицо поворачивает, он думает о духовной жизни, хочет молиться с утра каждый день, читать священные писания по вечерам, он хочет думать о чем-то возвышенном, то счастье само приходит к его жизни. А если он хочет о своих делах думать целый день, о том, что надо детей накормить, квартиру надо заработать, зарплата у меня маленькая, в стране все плохо. Если он думает об этом, то тогда он получает все наоборот. Он несчастным становится в жизни. Потому что когда он думает о возвышенных вещах, он всем помогает. Детям, жене, стране. Когда он беспокоится обо всем, что происходит, он мешает в этом мире. Даже не помышляя наслаждаться, не пытаясь уклоняться от исполнения своего долга и не пытаясь наслаждаться плодами своего труда. Счастье в этом мире не пытаясь наслаждаться, оно само придет, когда придет время. Счастье есть в этом мире, но оно не зависит от нас, оно приходит, когда нужно, когда приходит время. И только такое состояние приносит человека два вида счастья. Первый вид счастья — счастье знания. Когда человек пытается служить всем вокруг и берет силы от святости для этого служения, то он обретает знания об этом мире. Он видит, что этот мир не создан для наслаждения. Все пытаются только жить для себя в этом мире. Он уже не так сильно привязан к этому миру, не сильно рассчитывает на то, что здесь ему все будет как по маслу. Это правильное знание в этом мире. Здесь есть счастье, но оно имеет другую природу, более возвышенную и светлую. В светлых чистых отношениях также можно жить и в семейной жизни, если ты их развиваешь. Видите, предназначение человека — это думать об этом возвышенном, получать силы от этого и служить возвышенным вещам. Священным Писанием, Святым Людям, Богу и имени Бога, молитвами. Но у женщины на втором месте не работа стоит. Она рождена для любви, а любовь возникает только в личных отношениях. Если у нее нет семьи, она должна личные отношения развивать с родителями, с подружками и с теми, кто нуждается в ее забыть. Когда она так действует, а женщине так действовать тяжело, потому что свою обязанность выполнять тяжелее, чем чужую. Допустим, чужая обязанность — это мужская. Женщине легче просто погрузиться в работу, чем развивать личные отношения. Это трудно для нее делать, особенно, когда их нет. Надо залазить на гору, на которую надо еще запрыгнуть, чтобы залазить, да, как на дерево. Надо сначала зацепиться за веточку, чтобы потом лезть по дереву. Но веточка высоко. Надо что-то делать. Да? Надо карабкаться. Когда женщина одна, ей очень трудно личное отношение, она карабкается к этим отношениям. Самый простой способ — это войти в какую-то религиозную группу людей. Ведь я не говорю, какую конкретно, потому что я знаю, что у вас у каждого своя вера, и не надо ничего менять. Внутри своей веры вы найдете такую религиозную группу людей. Женщина там сразу облетает семью. И в этой семье ей помогут выйти замуж. Сразу же люди, когда женщина облетает очень близкие отношения, ей находит мужа сразу. Кто находит женщину? Они очень сильно беспокоятся об этом. Вот у меня жена, у нас сейчас коллектив такой, большой коллектив, 60 человек, и в нем где-то около 10 девушек, незамужних. И у меня жена постоянно думает, кто на кого посмотрел. На какой-то смотрит внимательно, кто на кого посмотрел. Испокоится об этом. И когда она увидела, что кто-то на кого-то посмотрел, она сразу... Вычисляет все. И я рассмотрю, молодой человек ко мне подошел, говорит, я хочу встречаться с какой-то девушкой. У нас так коллектив. И мы рассмотрим гороскопы, сразу думаю, ну, класс, ну, хорошо, все благословляем. Я говорю, уже не представляешь, вот люди, похоже, нашли себя друг в друга. Она говорит, да я об этом уже давно знаю. Я говорю, только ты? Она говорит, нет, все девушки знают. Видите, женщина, они очень легко помогают друг другу, если есть семья большая. Семья означает религиозная жизнь. Смотрите, есть три уровня сознания. Первый сознание уровень религиозной жизни, семья, большая семья. Второй уровень сознания, жизнь в труде. Страсть называется. Первый уровень благостная, жизнь религиозная. Второй — странственная жизнь. Страсти люди, когда живут, у них нет семьи. Они каждый сам за себя. В результате все женщины становятся одинокими в такой среде. И единственный выход им найти счастье в работе остается. Поэтому они упахиваются, теряют женскую красоту и вообще не могут выйти замуж. Тем более не могут выйти, когда они очень сильно упахиваются. Но что же делают женщины, которые там вот живут, в религиозной среде, они тоже могут работать. Но свою основную силу они тратят в отношения. И поэтому они быстро достигают желанного вот этого личной жизни. Там вот это такое совершенство. Совершенство мы говорим, совершенство. Исполнение своих обязанностей возникает тогда, когда человек получает, повышает свое понимание жизни. С пониманием меняется свидание. Так страстные люди живут в среде, в которой все живут, трудом работают. Это называется в самом лучшем случае светское общество. Элитное, да, светское общество. Там все ходят с иголочки, друг другу улыбаются, но в сердце холодно. И не часто предают друг другу такие люди. Есть благостное общество, простые люди, религиозные. Там никто никого не предает. Кто-то предает друг другу, но это не развитые люди религиозные. Развитые, они очень глубокие отношения с тобой. Друг за другом. И третье пространство, это невежественное пространство, в котором это теневой бизнес, бандитизм, наркомания, пьянство. Это может быть тоже очень люди, очень богатые, но они уже живут вот этими интересами. Хопнуть где-то, кого-то ограбить, что-то такое сделать, чтобы получить. Все от этого пострадают. Такие люди, как волки живут. Если страстные люди, они нейтральное отношение друг к другу испытывают. Они не хорошие, не плохие. Даже в семейной жизни страстные люди, они не могут близко разговаривать друг с другом. Во-первых, им некогда, много работы, не устают. Во-вторых, они боятся этих разговоров, потому что знают, что близкий человек может неправильно понять. Почему он может неправильно понять? Потому что он эксплуатирует отношения. Не служит им, а эксплуатирует. Поэтому ему опасно открывать сердце близкому человеку. Такой среде страстно. А в невежественной среде вообще люди не могут жить друг с другом нормально. Потому что они как волки друг к другу. Невежественный человек боится вообще открывать свои тайны кому-либо, потому что он знает, что его загрызут сразу. С лавной стороны нельзя никому рассказывать свои. И он живет, как одинокий волк. Шакалы обаншивые, все ворую и ворую. Помните? Что-то мне надо. Вот это вот она такая среда. Невежественная среда. Вообще то, что человек должен испытывать сильно в своей жизни. Поэтому лучше всего как-то честнее жить. Понятно, что в наше время очень сложно полностью как-то. Но по крайней мере как-то так, чтобы не попадать под влияние, сильное влияние вот этих людей. Невежественные среды. Допустим, наркоманская среда, среда пьяниц, среда уголовников и так далее. Итак, видите, мужчина, который находится в атмосфере благости, он быстро развивается как личность. У него сознание становится более просветленным, осознанным. И он лучше понимает, кем ему работать. Это от просветления сознания происходит. Один молодой человек, вот на прошлом семинаре в Киеве, зашел ко мне и говорит, я не знаю, чем мне заниматься в этом проблеме. Расскажите мне прямо сейчас, чем мне заниматься. Я ему говорю, я сейчас вам скажу, вы все равно уйдете отсюда, через пять минут будете уже сомневаться. Он говорит, а если не буду? Я говорю, ну как вы не будете, это же ваша жизнь. Я вот сейчас вам скажу, вот выходи заново, женись вот на этой девушке. Будешь жениться? Нет. А работа тоже сомна. Тоже же риск. Пойдешь туда, может быть, это не твое. Это риск, поэтому ты будешь сомневаться. Что делать? Я говорю, надо очищать свое существование. Надо повышать свою жизнь от страсти до благости. Войти в религиозную среду, там, где люди думают о возвышенных вещах. И тогда сразу тебе станет понятнее, чем тебе в жизни заниматься. Ты над страстью, вот над этим желанием достичь успеха, денег. Понимаете, почему человек не может отвязаться от того, что он где-то работает? Почему он не может поменять ситуацию? Потому что он сильно привязан к ситуации. Вчера перед лекцией в Москве ко мне подошла одна девушка, которая организует там лекции. И у нас начался с ней разговор. Она сказала, у меня возникла ситуация, которая отстранила меня от работы у женщин. Бывают такие ситуации, мы меняем их жизнь. И, говорит, я начала смотреть на все со стороны и поняла, что это не моя деятельность. Должна заниматься чем-то другим. Я согласился с ней. Но до этого она даже мне такой вопрос не задавала. Почему? Потому что она очень сильно была внутри деятельности. Видите, когда человек входит в религиозную среду, акцент его жизни становится это духовная жизнь. А работа уже какой-то не такой сильный акцент в жизни занимает. И он может со стороны посмотреть на свою работу и сказать себе, эта работа мне подходит, я буду продолжать ей заниматься. Или не подходит мне эта работа, я ее поменяю. Видите, когда цели расставляются, первая цель в жизни человека это работа над собой и совершенствование себя как личности. Следующая цель для мужчины это труд на благо всех людей. Видите, я сказал на благо всех людей. Не для зарплаты, а на благо всех людей. Это разные вещи принципиально. А вот для женщин это личная жизнь на втором месте. На третьем месте для мужчины семья, для женщины работа. Некоторые женщины огорчились. Олег Кеннадьевич, семья на третьем месте для мужчины. Ну представьте, если бы для вашего мужа семья была на втором месте. Он бы на работу не ходил, дома сидел. У него гоняли там, он бы все равно на работу. Хорошая ситуация, нет? Не очень, да? Для мужчины работа на втором месте, хорошо. Он работает столько надо, денежку приносит, а жена дома сидит. Иногда на работу ходит. Лучше же так же, правильно, всем? Или нет? Вы скажете, иногда мужчин, муж столько на работе проводит время, что на дом не хватает. Кто хочет задать мне такой вопрос, поднимите. Вот все, кто сейчас поднял руку женщинам, ответ один. Жадность. Ваша жадность. Потому что жадность женщины отражается в сердце мужчины. И как можно удовлетворить эту жадность? Больше желаний, денег, квартиры, машины. Как отражается? Отражается безлишней занятости мужа. Поэтому нужно усмирять свой нрав внутренний. Меньше платишек, меньше покупочек, меньше. И муж будет больше дома. Он успокоится тоже. Жена. У него личная потребность. Ему так хочется жить. Значит, у вас тоже есть очень много личных потребностей в жизни. Так ведь? А не надо говорить, не обязательно говорить. Если женщина очень сильно погружена в себя, мужчина очень сильно погружен в себя. У женщины это выражается в том, что она очень сильно погружена в свою личную жизнь, а мужчина в работу. Это одно и то же в женском характере и мужском. Видите, вы не удовлетворены моим ответом. Есть тонкости. Вы говорите, алигинач, не суйся, не суй свой нос. Куда-куда не надо. Все равно не соображаешь, что в моей судьбе у меня особенности. Да, вопрос такой закономерный. А если он будет меньше времени отдавать работе? Может, он вообще гулять начнет? Что-то не так. Пусть работает. Закономерный вопрос такой. Женщина своей. Нервный смех уже пошел по зону. Мне нравится, что вы такие разумные. Но есть еще выше разум. Давайте его будем изучать. Смотрите. Первое, что мы должны понять, это то, что есть закономерность. Видите, я вам доказываю, что она есть, а вы мне доказываете, что ее нет. Это означает, что вы считаете, что он не прав, а я прав. Опять я не понял, да? Ну, простите меня. Ну, я предполагаю так просто. Предполагаю. Мое предположение. Вот. И смотрите, интересная вещь. Когда человек начинает читать, что, наверное, может быть, просто я что-то не так понимаю. Когда в этом случае включается объективная оценка ситуации. Человек начинает видеть свою уже жизнь, свою судьбу. И у него появляется понимание, что от моей судьбы отражается в нем. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение. Понимаете, что отражается в нем? Допустим, я не прав тут. То есть он много работает. Я сказал, что отражается то, что вы тоже увлечены собой. Он увлечен собой в виде работы, вы увлечены собой в виде чего-то другого. Я, допустим, так вижу ситуацию. Вот. Он говорит, нет, нет, Олег Геннадьевич. Он увлечен работой, а я хороший. Видите, я об этом и говорю. Да, я об этом и говорю, что он виноват, а я не виноват. Вот это и есть, я об этом говорю. Это неадекватное восприятие мира называется. Оно меняется в том случае, если человек к святости обращается. Я тоже неадекватный такой же, как ты. Мы все одинаковые. Но если мы обращаемся к высшей силе, к чистой силе, то тогда в этом случае приходит помощь. Человек трезвее, ему становится спокойнее. Вот, допустим, если бы не было очень спокойно, я бы вообще сейчас с вами не разговаривал. Потому что нужно вас не трогать сейчас. Вам больно это сосудить. Ну, по крайней мере, надо деликатнее было бы не обсуждать с вами это дело. Так очень важно мы сейчас это делаем на благо всех, да? Очень важно понять такую вещь, что когда я начинаю думать о святости, то в этот момент я вижу как бы со стороны ситуацию. Потому что энергия святости и чистоты нам приносит счастье, и я успокаиваюсь. Мне уже не так важно, кто здесь виноват, я или он. Может быть, во мне тоже есть какая-то проблема, которая вызывает в нем вот это желание больше работы. Может быть, я от него отгорожена как-то сильно, и он в этой работе восполняет негватку моих отношений. То надо, значит, что делать? Выполнять свой долг. Или, значит, у меня нет сил, ему надо давать. Значит, нужно погружаться еще больше в духовную жизнь, чтобы были эти силы. Тогда в этом случае его расслабит. Он будет меньше напрягаться в этом направлении. Чрезмерного труда не будет у мужа. Чрезмерный труд означает страсть. Я живу в страсти. Страсть означает, что у жены есть какие-то неправильные привязанности, ожидания. И у мужа неправильные привязанности, ожидания. Мы забыли друг про друга. Страсть означает, что мы забыли друг про друга. Видите, даже не помышляя. Думайте о своем счастье. Только исполняй свой долг. И тогда ты обретешь это счастье. Итак, мы с вами теперь беседуем. Вы мне задали вопрос. Теперь я перехожу к вам. Смотрите. Вы правы, что в той ситуации, в которой вы находитесь, мужчина незанятый означает гулящий. Это разумно. Но я ведь не говорю о том, что мужчина должен быть незанятым. Я говорю о том, что женщина, когда повышает духовную атмосферу в семье, а женщина это вдохновляющая сила, мужчина исполняющая. Что у женщины внутри, то у мужчины снаружи. Это тайна, которую каждый человек должен знать. Женщина создает атмосферу в семье. Мужчина это атмосфере следует. Если, допустим, атмосфера эгоистичная, мужчина будет своими интересами жить. Если атмосфера служения в семье, мужчина тоже будет склонен служить. Мужчина подчиняется атмосфере в семье женщины. Все в квартире устроено по-женски. Там только женская энергия. Все обои женские, все шторки женские, кружевами, там флаги же не нарисованы. Кроватка по-женски устроена. Вот, все по-женски в квартире, да? Женская энергия доминирует. Когда женщина плохое настроение, муж за ней ходит, говорит, что он делает. Почему такое? Что-то делать. Когда мужчина плохое настроение, женщина за ним не ходит. Он сидит там себе и посидит. И вот, правда, так или нет? То есть, видите, женщина, вдохновляющаяся силой, ее энергии, в ней она, сотканная из энергии любви, она доминирует в отношении к женщине. Хотя внешне кажется, что мужчина доминирует. Мужчина уверен, что он доминирует. Жена знает, что она доминирует. Итак, смотрите, мы повышаем духовный уровень в семье, духовную атмосферу в семье повышать, бескорыстная означает атмосферу. И у мужчины постепенно, со временем, мужчина как паровоз, у него надо менять движение медленно, постепенно. Потом он уже приходит на лекцию, говорит, я сам всегда хотел на лекцию. Жена постепенно так чуть-чуть-чуть прибила. На стрелку чуть-чуть сдвигала, сдвигала, и уже в обратную сторону поехал. Но незаметно. Скорость, быстро едешь, как незаметно. Мужчина, быстрая скорость. И так, видите, мужчина может в свободное время гулять, обычным мужчинам. Но если в доме атмосфера духовная больше любви, духовная больше любви, атмосферы, то мужчина начинает интересоваться духовным больше. Но когда мужчина интересуется духовным, он уже не интересуется чужими женщинами. Потому что такова природа мужчины. Он интересуется или Богом, или женщинами. Потому что от двух типов энергий, от трех, идет энергия любви. От Бога означает благость, от женщин – страсть, и от бутылки – невежество. Три типа мужчин – одни стремятся к Богу, вторые – к женщинам, третьи – к бутылке. Поэтому, если вы создаете атмосферу благости в доме, у вас будет совершенное выполнение своих обязанностей. Вы сможете сделать так, что мужчина будет интересоваться не работой, и деньгами, и чем-то более высоким. Это от вас зависит уже. Вы скажете, а что тогда от мужа в жизни вообще зависит? Просто дадите такой вопрос. Смотрите, женщина – это вдохновляющее начало. Она запускает движение поезда. Вот если, допустим, у вас муж-паровоз идет в каком-то направлении, знайте, что когда-то вы его уже запустили в этом направлении. И он будет там пактеть в этом направлении. Паровоз вперед идти. Понимаете? Но если вы его потихоньку-потихоньку поменяли в направлении, он теперь в этом направлении будет пактеть. От чего мужа зависит? От мужчины зависит. Все от мужчины зависит. Все от него зависит в жизни семьи. Но запускает это все женщина. Она вдохновляет. Мужчина – действующий начало. От него все зависит. Но женщина – вдохновляющий начало. Она должна разобраться в своих внутренних мотивах в отношениях с ним. Женская психика более тонкая. Надо разобраться во всем и понять, куда я веду своего мужа. Куда я его вдохновляю. Если я хочу постоянно, чтобы он наслаждал меня. Хочу постоянно, чтобы мне красивые платья покупали. Чтобы все наслаждать. Меня надо больше. Я очень красивая. То куда я его вдохновляю. Будет пахать, как и шаг. Но если я вот красивая-красивая, у меня плохой период наступил. И я постоянно его соблазнял, соблазнял. А сейчас я уже не могу его соблазнять. Потому что у женщины энергии красоты то много ее, то мало. Она меняется постоянно. Она не может быть одинаковая. И она приучила его наслаждаться своим телом мужа. А теперь тю-тю. И что дальше с ним будет? Эй, яблочко, да на тарелочке. Надоела мне жена, пойду девочке. Видите, не туда направила, получился хороший, интересный результат. Поэтому у женщины первое, после Бога, Бог дает силы на жизнь и правильное знание, как жить. А после Бога на первом месте у женщины семья, личная жизнь. Совершенная жизнь для женщины такова. Ей очень трудно, личной жизнью жить. Но она должна это делать, не думая о победе и поражении. Не думая о себе. Просто учиться жить личной жизнью. Хоть это и очень тяжело. Мужчина должен трудиться. Теперь сразу возникает вопрос. Олег Геннадьевич, мне не нравится моя работа. Работа никогда не нравится. Работа это не то, что должно нравиться. Человеку должно нравиться духовная жизнь. Он говорит, я не могу тут творчество свое в работе вкладывать. То ты просто не понимаешь, что творчество не в работе вкладывается. Творчество вкладывается в молитве. В отношениях с Богом. А работа это долг. Что такое долг? Это то, что надо делать для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Работа нужна для того, чтобы кормить семью. Для того, чтобы зарабатывать на дом. Для того, чтобы были средства на жизнь. Для этого нужна работа. Вы тогда спросите, а Леонид Геннадьевич, ну что, неужели я не имею права работать там, где мне нравится? Вот если ты сейчас не работаешь там, где тебе нравится, значит ты на это не имеешь права. Меды говорят, недоразвитые люди работают там, где придется. Развитые люди работают там, где нравится. А еще более развитые люди работают там, где связано с Богом вообще. Вот я, допустим, лечу людей. Это моя работа. Но придет время, если я буду развиваться как личность, я перестану лечить людей. У меня все ученики выучатся лечить сами. И я буду только читать лекции. Это тоже труд. Но этот труд связан с моими отношениями с Богом. А мое лечение связано с моим трудом, с моей деятельностью. Теперь вы скажете, бывает и такое, что человек даже занимается не своим делом в жизни. Да. Я бы мог, допустим, не лечить людей, а продавать лекарства, допустим. Заниматься хирбалайом. Ходить и пулять всем, как бы, хитабады. В каком случае? Если бы меня деньги интересовали больше, чем помощь людям. Меня, смотрите, меня все время интересовало, как помочь людям. Поэтому с молодости я стал врачом. И начал развиваться как врач очень быстро, потому что меня никогда не интересовали деньги. Но если человек интересует больше деньги, тогда он не может уже действовать по своей природе. Он начинает действовать внутри того, что дает ему деньги. Всегда у человека есть то, что дает деньги. Есть то, что дает ему вдохновение в труде. И есть то, что выше даже это вдохновение, это отношение с Богом уже. Три уровня развития личности в труде. Первый уровень. Просто пашен, как и шаг, ради капусты. Нравится? Нет. Но нужны деньги. Второй уровень. Возможно только в том случае, если человек отказывается от этой идеи, что мне нужны деньги. Он будет получать деньги, такой человек? Будет, конечно. Всегда, когда человек трудится, будут деньги. Но какие он деньги будет получать? Меньше. Меньше. Он будет трудиться с радостью, с любовью. Денег будет меньше. Счастья будет больше в семье или нет? Больше. Видите, сказали очень скромно. Да. С надеждой. И очень мало кто сказал. В основном все сказали нет. Потому что я могу слышать то, что говорят люди внутри себя. В основном все сказали нет. Нет. Эхом это звалось. Это означает наш уровень сознания. Мы не понимаем, что счастье в любимом деятельности, а не в деньгах. Смотрите, интересный момент. Где больше людей живут? Стремятся жить люди. Где больше? В городах или в селах? В городах. Почему? Там больше денег. А где больше счастья в жизни в городах или в селах? В селах. На дальней станции в саду. Трава по пояс и без меня, брат. Скоро-скоро пояс. Растает вето в шуме городском. Да, там природа. Привода означает счастье. Там больше счастья. Там все мое. Видите, жить на природе. Без капусты. Там есть капуста, конечно. Не та, которая в карманах лежит. То есть жить на природе. Своим трудом. Верий говорит, благостной жизни. Трудиться там, где люди принимают твой труд сердцем. Все, кто живет. Или неудачники, или святые. Или неверстные люди, или благостные. Живут на природе. Все остальные живут в городе. Почему они приехали в город? Потому что деньги важнее, чем счастье. Я как-то в детстве смотрел один фильм. Буратино называется. И там был дуримар такой. Дуримар. И была тортила такая, черепаха. И эта черепаха, она подплывала такая к дуримару. Я вспомнил этот отрывок из фильма. Она подплыла к дуримару. И дуримар началась беседа у них. Она говорит, почему ты ловишь этих пиявок? Я хочу их продавать, чтобы зарабатывать деньги. И она спросила, ну давай, я тебе дам счастье. Ты же для счастья хочешь деньги. Давай я тебе дам счастье. И тебе не нужно будет ловить здесь пиявок. Оставь в покое этих пиявок. Я тебе дам счастье. Что? Счастье? Мне нужны деньги. Мне не нужно твое счастье. Он сказал. И она ему говорит, я тебе дам золотой ключик. Ты не понимаешь, он принесет тебе счастье. Он думает, какой ключик? И Дартира уже как пропуа говорит. Она говорит, когда люди променяют деньги на счастье, я никогда им не подарю золотой ключик. То есть они никогда не получат вот этот путь к счастью. Те люди, которые деньги поставили выше, чем природа, чистая жизнь, любовь, любимый труд. Когда люди поставят деньги выше всего этого, то они никогда не получат золотой ключик. Никогда не получат счастья. Дуримар включал ей в ответ. Слушай, Тартила, сколько там золота в этом ключике? Он так и не понял, о чем речь. Тайна. Это большая тайна. И надо как шаг в пропасть сделать. Понимаете? Как шаг в пропасть надо сделать. Когда ты выбираешь между деньгами и жизнью в мегаполисе, в тяжелом городе, в джунглях, где нет энергии. Называется шаг тихраса на санскрите. Женщины часто становятся бесплодными, потому что, чтобы женщина принесла плод. Дерево, чтобы принесло плод. Вот если дерево посадить на девятом этаже, оно принесет плоды. Возможно, правильно. Вот так мы и рожаем. Возможно. В городе как мы рожаем? Возможно. Я когда приехал в Краснодарский край, Жиг, я увидел, что очень много беременных женщин ходит. Вот просто вот с животиками через одну. Я очень был удивлен. Оказывается, женщины рожают там, где есть природа. Разно больше. Почему? Потому что на девятом этаже трудно рожать, потому что плохо развивается плод. Женщина не получает этой энергии природы для того, чтобы у нее зачатие произошло. Не хватает сил. Шаг тихраса. Шаг тихраса означает силы. И краса означает нехватка. У нее не хватает сил, чтобы зачинать. Очень много в городах, крупных городах, очень много бесплодных женщин. Почему? Потому что для того, чтобы зачинать, нужны силы. А силы для зачатия женщина получает от земли, от леса, от солнца. Понимаете? Посмотрите на меня. Там же не будет комфорта в земле. Там придется немножко скетировать. А здесь все и есть. И почему бы мне здесь не зачать? Оно все искусственно. Понимаете, продукты искусственные. Выращены на химии. Квартиры большие, но далеко от земли часто. Понимаете? А если на земле, то там сверху куча всего веселого. Я сейчас вам рассказываю три уровня развития личности. Первый уровень. Я работаю для того, чтобы иметь деньги. Не пытайтесь избежать этого уровня. Это означает то, что есть на данный момент в жизни. Смотрите. Даже не пытайся уклоняться от исполнения своего долга. Говорится в Священном Писании. Твой долг работать для семьи. Не надо пытаться уклоняться. Не надо сейчас драпать деревню. Там не проживешь. Это не твой уровень развития личности. Работай, живи там, где ты работаешь. Но знай, что ты должен, главная цель человеческой жизни развивать себя как личность. Когда человек развивается, более возвышенным становится. Он ближе становится к природе. Ему хочется дышать уже чистым. И ему не хочется вот этого всего. Понимаете? Это приходит со временем. И человек уже думает. Может быть мне поменьше денег и побольше, уже чуть-чуть побольше природы, чистой жизни, чистых отношений. Понимаете? И так сначала человек должен просто работать. Потому что ему важнее всего деньги в жизни. Потому что деньги дают наслаждение. Жизнь в деревне дает возможность трудиться. И в труде испытывать счастье. Там много надо работать. Активно жить. Здесь, допустим, я поработал, все, возле телевизора сижу, расслабляю. Но так кажется. На самом деле здесь работ не меньше. Потому что засасывает. Очень много засасывает. Надо и пылесос, и холодильник с дистанционным управлением. И машину, которая бы заезжала на девятый этаж сама. Современно. Все нужно, понимаете? Все нужно, а денег нет. Поэтому нужно больше зарабатывать. Видите, есть сила страсти. Есть благости, сила. Есть духовная платформа. Три вещи, которые связаны с предназначением человека. В универсии нет никакого предназначения. Да, человек занимается, когда он мафиози, у него нет предназначения. Мы бандита, менсирита, убиванта и стрелянта. Мы любиты, пистолета, то и это. Держим банка, миллиона и плеванка на закону. Ой, есть. Да? Ну, то есть, этот человек, ему все равно, чем он занимается. Лишь бы были деньги и власть. Ему все равно, чем он занимается. Это невежество. Такой человек не может быть счастливым по определению. Но ему кажется, что он счастлив. Потому что он играет в счастье. Играет в счастье. Счастье же находится внутри человека. В сердце. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете живет. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так. Открываем все двери в зале. Люди задыхаются. Там двери закрыты. Надо их открыть. Давайте быстренько. Потому что в зале нет. Надо открыть побольше, значит. Если они открыты. Надо сделать так, чтобы воздух побольше был. Вот здесь вот нельзя открыть. Вот эти двери еще. Надо как-то организаторы. Да, 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 да. Пожалуйста. И там тоже. Подойдите. Может быть, там открывается тоже. Попросите организаторов, чтобы они нашли ключики от дверей. Вот уже, видите, лучше чуть-чуть открыли, уже легче пришло. Итак, смотрите. Интересный момент. Что успех в жизни зависит от осмысления. Человек думает, я вот сейчас работаю вот здесь. У меня есть деньги, но мне не нравится моя работа. Первое, что надо понять. Никогда не будет нравиться работа. Потому что работа это то, что дает просто средство для жизни. Вот допустим, рожать женщине нравится или нет? Вот прям вот лежите с удовольствием, да? Такая, опа! Нет, рожать тяжело. Но зато потом, что мы получаем? Хорошенький. Вот. Получаем счастье, да? То, что нужно для жизни. Точно так же труд на работе. Да то, что не может приносить счастья. По определению. Но он дает возможность жить. А если человек писать, это может приносить его профессию счастье? Ну, он рад, он делает. Да. Так? Можно. Из-за этого он получает деньги. Ну, супер. Последующий уровень уже. Выше. Я сейчас говорю пониже уровень. Послушайте внимательно. Мы ниже уровень. Я сейчас сама не глоти, раз прописню, что значит ниже уровень. Человек едет на Запорожце. И влезается в новых русских. Задевает. Они едут на таком БМВ, такому крутому. Они таки вылазят, вытаскивают мужика. Он говорит, ты кто? Мужик говорит. Он говорит, писатель. Он говорит, чего? Какой писатель? Он говорит, про зайка. Он говорит, про таких зайков, мужик. Знаете, это разный уровень жизни. Одни живут с вами трудом, ездят на Запорожце. Очень счастливы так жить. И они писатели про зайка. Про зайки. Это благость. А другие, грубо говоря, новые русские, они на БМВ. Они крутые. Понимаете, то есть у каждого свое понимание счастья. Это хорошо. Но если человек, допустим, вот к этому стремится, то он не должен думать о том, что он будет заниматься любимым делом. Потому что любимое дело дает возможность человеку иметь только в том случае судьба, если человек мотивирован любовью к труду, а не деньгами. Это разные вещи. Теперь вы скажете, а можно ли зарабатывать на любимом труде много денег? Можно. Сейчас объясню, как. Смотрите. Первый уровень развития личности. Зарабатываем деньги, чтобы выжить. Почему? Потому что у нас развитие не такое возвышенное, чтобы знать, как жить правильно. Мы еще не доразвились до этого. Дальше мы развиваемся духовно, начинаем развиваться. Снижаем планку материальную, повышаем планку нравственную, еще не духовную, нравственную. Идем на тот труд, который нравится. Денег меньше. Вроде бы хуже стало. Так как человек творческий потенциал открывает в себе, потому что любимый труд открывает творческий потенциал. Веды говорят, лучше заниматься по своей природе плохо, чем по чужой хорошо. Понимаете? Там, где деньги, всегда чужая природа. Но потом человек выходит на свой уровень, плохо делает свои обязанности. Начинает любым делом как плохо заниматься. И так как он высвобождает творческие силы, он очень быстро начинает развиваться как личность. И его статус в обществе растет. И у него появляется больше денег, как результат. Смотрите, он уже получает и деньги, и любимый труд. Уже на этом уровне. Но переход вот этот болезненный, это называется переход в благостную жизнь. Дальше следующий уровень. Человек должен понять, что есть еще и выше уровень. Когда человек просто начинает жить для общества и для людей, становится для них наставником, то он отказывается от того, чтобы заниматься любимым делом. на благо людей, на благо всех, кто находится вокруг. Допустим, я врач. Да, это мой труд для людей. Но может так случиться, если я буду дальше развиваться, что я уже не буду лечить, а лечить будут мои ученики просто. И все. А я буду читать лекции ездить. И давать наставления. Это труд или нет, читательцы? Это труд, но более высокого порядка, понимаете? Это уже наставничество. И это касается всех людей. Допустим, человек тракторист по природе, да? Он любит собирать урожай, ездить. Ему нравится. Но там мало денег платит. То он открывает магазин, зарабатывает деньги. Потом он думает, я все-таки трактористом хочу быть. Идет трактористом и там работает. И постепенно доходит до такого же уровня, что и там. Да? Потому что у него другие потребности, другая жизнь. Уже становится больше счастлив от этого всего. Но потом он достигает мудрости жизни. И он уже не садится на трактор, а просто людям дает знания. Говорит, как жить правильно. Ему кто-то принес, кто-то принес. Но когда, в каком случае он таким становится? Когда он очень духовно развивким становится. Он всю жизнь, помимо трактора и помимо магазинчика, еще молился каждый день. И он развивался внутренне, духовно, понимаете? Развивался от того, что ему уже не нужно думать о том, как себя прокормить. Люди заботятся о нем уже. А он заботится о них. Понимаете? Он выше социума такой человек стоит. Это духовная платформа называется. Ну то есть так человек должен развиваться. Видите? То есть высшая цель это счастье, связанное с нравственной силой, с чистотой человеческой, которая всегда приносит очень много, много-много всего любви. Понимаете? Проблема заключается в том, что человек будет делать только то, где он считает, что есть счастье. Вот если человек верит, что деньги приносят счастье, его хоть убей. Он все равно будет работать там, где ему дают деньги. Я приведу вам пример. У нас в коллективе есть три категории людей. Одни люди верят в деньги, вторые верят в любимый труд, и третьи верят в Бога. Это разовый уровень развития личности. И вот, допустим, они в благостной среде живут, эти люди. То есть они работают вместе. Ну, понимаете, мы как бы, у нас деньги не цель в коллективе. Мы все, у нас никто не зарабатывает там. Я как бы возглавляю этот коллектив, но я не беру эти деньги себе. Я их направляю на духовные цели. на строительство ведических центров, там, понимаете, то есть прибыль идет на духовные цели все. И вроде бы люди работают в какой духовной среде такой, но так как они верят в деньги, некоторые из них, то даже в этой духовной среде они мотивированы только деньгами. Допустим, им говоришь, надо нам побольше сегодня потрудиться. Это важно. И не говорят, а нам зарплатим побольше, тогда мы потрудимся. Понимаете? А другие просто работают больше, потому что они знают, что это надо. Они им счастье вызывают трудиться для Бога. А третьи уже наставниками являются там, не работают уже. Просто дают наставление, потому что людей нужно поддерживать всегда в жизни. Им нужно давать знания. Это тоже важно. Но такие люди вообще не думают о деньгах. Сколько им дают в жизни, столько они живут. И они уже не беспокоятся о своей личной жизни, о том, что будет у них. У них уже другие интересы в жизни совсем. И вы скажете, ну это невозможно. Это возможно. Но они несчастны тогда. Нет, они счастливые. Но значит, мы счастливее их. Тот, у кого больше денег, тот счастливее. Нет, вы ошибаетесь. Эти люди в тысячу раз счастливее вас. В тысячу раз счастливее. Тогда почему я об этом не знаю? Потому что ты еще не можешь этого знать. Видите? То есть все идет не к тому, чтобы больше денег было, а к тому, чтобы больше счастья было в жизни. Видите? Сначала деньги, потом счастье, потом стулья. То есть надо двигаться в этом направлении. И предназначение человека именно в этом заключается. Именно в этом. И тогда вы скажете, ну я хочу и работать, и любить свой труд, и иметь много денег. А вот это уже невозможно, мои хорошие. Поэтому надо оставаться там, где ты есть. Бог уже все дал. Мне Бог дал работу, которая мне не нравится. Это нормально. Это твой уровень развития. Мне Бог вообще ничего не дал, никакой работы. Это тоже нормально. Это твой уровень развития. Но или иначе, у меня нет денег, я живу на их живении у родителей. Это нормально. Почему у тебя нет денег? А потому что ты пальцем не хочешь ударить для других. У тебя настолько много внутри лени и эгоизма, что ты не хочешь просто, ну, Олег Геннадьевич, понятно, что я, дурак, что ли, пахать за копейку. Вот все остальные, кто имеет деньги, они пашут за копейку. Ну, и Олег Геннадьевич, так жить не буду. Правильно, потому что ты недоразвитый. Потому что сначала человек просто идет и пашет там, где его берут. Он делает то, что ему положено делать сначала, а потом он развивается как личность и работает уже, получает больше денег. Смотрите, мы этот уровень вообще еще не описали. Есть еще ниже уровень. Ниже уровень какой? Мы с вами беседовали, да? Ниже уровень какой? Что человек даже работать не найдет себе работу, не может найти себе работу. Почему? А потому что везде мало платят. Я достоин большего. Это означает, что человек не хочет работать просто и все. А? Нет потребности. Это уже женщина. Вы говорите о женщинах сейчас. Иногда у женщины нет потребности работать, иногда нет сил, а иногда ей настолько высокая чувствительность, что она просто не может работать. Она устает психически так в этой среде, что просто потом может заболеть заболеванием каких-то психически. Так работа это вообще не женская среда. Каждая женщина страдает от работы просто. Некоторые знают об этом, а некоторые нет. Какие женщины не знают, что они страдают от работы, а те, которые заглушили в себе женщину? Они научились много работать и забыли, что у них другие потребности. Это называется идти не своей дорогой. Как мужчина и женщина идут не своей дорогой, извиваются с пути? Ведь я вас заинтриговал, у меня есть секунда сделать объявление. У нас здесь есть Александр Петевский, он пришел на лекцию, очень поддерживает меня сейчас, я ему очень благодарен. Это мой близкий друг, мы с ним уже порядка 15 лет дружим. мы с ним познакомились, когда учились в Айрбеде, он тоже врач. И он прочитает в просветительском центре Сарасваки очень важный семинар вот семейные отношения. Начало 11 июня до завтра, в 18.00 вход бесплатный. А в 19.00 будет первая лекция уже семинар, то есть начало знакомства в 18.00. находится на сайте по-моему Новый Век. Ну вот то, что те, кто организовал эту лекцию, у них есть свой центр на сайте Новый Век. Ну вот можно в фойе все узнать, мне кажется, здесь информация есть. Такие темы создания семьи без права на ошибку, прочность чувств между вожделением и любовью, почему и куда исчезает любовь, причины появления измен, как их избежать, обязанности женщины в семье, мужчины, семейная жизнь как бы полная практика. Также Олег Сунцов, о котором я сегодня уже говорил, будет 20-21 июня давать мастерский класс коррекция негативной кармы или как искупить грех. И там много тоже будет различных вопросов объясняться. Я вам советую приходить к началу 18-30. Итак, почему и как мы идем не тем путем. Причина одна, когда человек сбивается в свои пути из-за слабости человечества. Женская слабость такова, очень трудно строить близкие отношения, потому что женщина она очень чувствительна, ей очень трудно, там очень много боли, и поэтому ей легче просто увлекаться каким-то трудом, ей легче увлекаться работой, а не личной жизнью, потому что там легче, как кажется, с первого взгляда, потому что там не такие близкие отношения, там можно просто всем улыбаться, радоваться и общаться с ним на работе, просто с любовью, но эта любовь имеет внешнюю природу, сердце женщины она не трогает, и это просто рисовка, которая когда-нибудь очень скоро не дойдет, потому что на работе женщина тоже пытается строить близкие отношения, но так как там деловая следа, они эти близкие отношения на работе только рушат, там все, они помогают, и поэтому всегда это вызывает проблемы, всегда это вызывает проблемы, в конце концов женщине доедает это место, где она работает, она там устает, почему, потому что там нет близких отношений, и она ищет другое место, где бы ей было лучше, и так она метается и тратит свою женскую энергию, которая предназначена для семьи, для детей, она все так одна, а почему она одна, потому что чтобы быть не одна, для этого надо женские силы туда вкладывать, надо думать о личной жизни, когда женщины начинают думать о личной жизни, то они кто начинают думать? Мужчины, которые хотят личной жизни, не кобелины, которые хотят ей наслаждаться, а мужчины. Чувствуйте разен между кобелина и мужчиной, кобелина и мужчиной. Женщине надо усвоить эту разницу. Женщины, которые хотят работать, они встречают в своей жизни кобелина, а женщины, которые хотят личной жизни, встречают в своей жизни мужчину. Чувствуете разницу? Мужчина это тот, кто хочет отдать свою жизнь жене, а кобелина это тот, кто хочет пользоваться женщиной. Иногда женщины могут превратить кобелину в мужчину, но иногда получается все наоборот. Кобелина из женщины делает шлюху, а не женщина из кобелина делает мужчину. Иногда все наоборот, перетягивание в другую сторону происходит. Понимаете? Поэтому нужно понять, куда движется путь. Вы скажете, родина, что бросать работу? Нет, я говорю сейчас не о работе. Человек должен оставаться там, где он остается, и просто выполнять свой долг. Нравится работа? Работаем. Почему мне нравится работа больше, чем семья? А потому что я еще не разлилась до такой степени, чтобы мне больше личная жизнь нравилась. Еще не дорастлилась. А почему я не дорастлилась? Потому что я мало уделяю времени духовной жизни. Мне надо очистить свое существование. Как это делать? Сначала слушание. Энергия должна входить в уши. Потом дальше работа над собой. Режим дня, питание правильное и все прочее. Потом дальше молитва и отношения духовные. Еще дальше и дальше. Все выше и выше и выше. Продолжение следует...